Приветствую вас, давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали, давайте попробуем ответить на ваши вопросы, и вместе с этим ещё посмотрим на некоторые моменты в вашем тексте, которые мне показались достаточно важными для того, чтобы на них обратить ваше внимание. Значит, смотрите, первое, это противоречия. Противоречия ваши, то есть по сути два или более взаимоисключающих друг друга мотивов, возникают тогда, когда вы находитесь не в лобах со своими, например, желаниями, со своими потребностями. С одной стороны, и с другой, с чувством долга, надобности, ну, обязанности, обязательства. Грубо говоря, противоречия, это борьба двух мотивов, двух или более мотивов. И вот, а если вы говорите о противоречиях, сейчас, неважно по поводу чего, по поводу мужчины, по поводу, там, того, какую одеть обувь, там, платье и так далее, да, неважно. Если мы говорим о противоречиях, то нужно понять вообще, какие мотивы стоят за противоречиями. Какие мотивы истинные, то есть соответствуют тому, чего хотите вы, и как они проявляются, и какие мотивы ложные. Это тоже нужно разобрать, потому что, как бы, в конечном итоге, при развитии противоречия возникает апатия, которая, соответственно, ведет к депрессивному состоянию. Вот, это первое. Второе. Противоречие, это невозможность выбора. То есть, вы не можете совершить выбор, не можете принять решение относительно, в своей жизни. Почему? Потому что нет ориентиров у вас. Либо они недостаточно развиты, эти ориентиры. То есть, некие такие фонарики, на которые вы опираетесь при совершении выбора. Вот. Это могут быть ценности, взгляды, идеалы, какие-то образы и так далее. Далее. Значит. Общаясь с мужчиной по сети уже более 4-4 месяцев. Здесь нужно сразу уточнить, вы, собственно говоря, почему с мужчиной общаетесь по сети? То есть, с чем это связано? Ваш выбор. Именно по сети общение у вас. Почему? То есть, у вас был неудачный опыт отношений. Из-за чего вы, там, реальным мужчинам, ну, в реальной жизни, которой не доверяете, например. Или что-то еще с вами произошло. Почему вы выбрали знакомство с мужчинами по сети? Это обязательно, на это обязательно нужно ответить, это обязательно нужно определить, потому что, если у вас был, например, какой-то негативный опыт, скажем так, что этот негативный опыт, ну, в любом случае, он даст о себе знать, рано или поздно. То есть, либо это будут страхи, либо это будет сошление какое-то, либо это будут навязчивые мысли, вот. Либо это будут определенные зажимы, подавление себя, ну и так далее, и так далее. Вот. То есть, эээ, ситуация такая, что вам, прежде чем вообще разбирать ситуацию с мужчиной, этим, который вот с вами, у вас сейчас на горизонте есть, вам нужно сначала определиться со своим выбором. То есть, с чем он связан, с чем обусловлен, и так далее. Это очень важно. Далее. Эээ, смотрите, какая получается интересная ситуация. Значит, вы, вы общаетесь по сети с человеком четыре, четыре месяца. В общем-то, для реального общения, эээ, четыре месяца не так, эээ, ну, не так много. То есть, как бы, как правило, эээ, за четыре месяца даже человека узнать полностью при плотном реальном общении не представляется возможным. Вы же говорите о общении, эээ, по сети, эээ, в, эээ, ну, протяженностью, длительностью в, эээ, четыре месяца, и говорить о том, что уже испытываете что-то серьезное, и, как бы, смотрите на этого человека, как на мужчину. То есть здесь вот, эээ, есть, опять же, либо следствие того, почему вы пришли, эээ, в социальные сети для знакомств, либо здесь есть определенные ваши желания, которые реализуются вот так, а, либо здесь есть, эээ, чрезмерная такая эмоциональная внушаемость, если угодно, если можно так сказать. Но, в любом случае, то, что вы несколько, эээ, поспешно, эээ, вот, ээээ, как-то, вот, вовлекаетесь эмоционально в эти отношения, эээ, это факт, это факт. И нужен мотив. То есть четыре месяца, это очень мало, чтобы реально знать человека. Пару дней, которые вы были вместе с, ээээ, ним, в его стране, это тоже практически ничто для того, чтобы понять, кто, эээ, перед вами. Что из себя представляют мужчины, которые перед вами, вот. Вы видите, скорее, его образ, но, но устраивает ли, например, вас то, что он, например, скрытный, допустим, что он не такой активный, что вы не чувствовали флюидов к себе от него, да, и так далее. То есть он, допустим, пытается, ээээ, быть, ну, правильным. То есть он не позволяет себе, зажимает себя постоянно, да, ну, не постоянно, но вот, по крайней мере, эээ, вот, по крайней мере, когда вы с ним общались, он себя, он себя зажимал. Как бы. Вот. То есть это, такие вот нюансы, это такие вот мелочи вроде бы, но на эти мелочи нужно обращать самое пристальное внимание, потому что если вы с этим человеком хотите, ага, ну, чего-то серьёзного, то это всё имеет очень большое значение для вас в будущем, потому что это эти его черты какие-то, они будут проявляться, они будут проявляться снова и снова, и в более, так сказать, яркой форме, и если вы не сможете выработать к ним своё отношение, если вы не сможете, эээ, как бы, адекватно, эээ, их воспринимать, то между вами будут ссоры, это только вопрос времени ссоры между вами. Дальше. Значит так. Он, русский, живёт за границей более десяти лет, на протяжении всего времени переписываемся каждый день, созваниваются и обмениваются фото. Возникает вопрос, а что между вами общего? Что вас объединяет? Насколько много у вас, эээ, сблиняющих моментов? Какой у вас интерес друг другу? Ну вот вы в конце пишите, что, эээ, раньше вы, эээ, общались с ним по-подружески. Эээ, но тем не менее, вас же что-то объединяло всё равно? Что объединяет сейчас? Что объединяло тогда? Что общего между вами? Как много этого общего между вами? Потому что, вот, то, что вы говорите, что, эээ, значит, на протяжении этого всего времени переписываемся каждый день, эээ, созваниваемся и обмениваемся фото, ну, это активное общение достаточно. И у него есть свои основания, у него есть свой фундамент, у него есть база. Эта база нуждается в оценивании, в ревизии, так сказать, так сказать. Потому что, эээ, ну, если база недостаточно сильна, если база недостаточно крепка, то стоит вам, если начать жить, например, например, стоит вам, эээ, быть ближе и всё, и тут же, эээ, как бы, отношения распадутся. Потому что это, эээ, это, эээ, на расстоянии отношения. А, отношения на расстоянии почти всегда идеализированы. Почти всегда образны в том плане, что человек воспринимает не реального, а именно образ, как вот вы сейчас, эээ, я не говорю, что это обязательно так. Но, эээ, как правило, что, как правило, человек воспринимает именно образ, эээ, того, значит, с кем он, как бы, ну, по сети общается. То есть нужно же дополнить, нужно же дополнять, да? Потому что, ну, понятно, что, эээ, по сети, как бы, всё равно, даже фото, общение со дворами, всё равно, это не даёт полную картину человека. Всё равно это не даёт, эээ, полный взгляд на человека. А это нужно, и поэтому сознание, как бы, само дорисовывает. Ага. Сознание само дополняет недостающие, эээ, фрагменты, у нас сейчас картинки. Это называется образность. Поэтому, на мой взгляд, на мой взгляд, вы вот эту самообразность, эээ, рискуете, эээ, как бы, возвести во главу угла, и, тем самым, можете, ну, потом испытать просто разочарование такое, ну, достаточно сильное. Именно из-за того, что вовремя, когда, вот, ну, на начальных стадиях отношений, да, вы не придавали значения тем мелочам, например, которые, ну, вот, эээ, имели место, которые являются значимыми. Понимаете, в чём дело? Дальше, значит, эээ, так, когда я путешествовал по Европе, я заехал в его страну на пару дней, мы встретились, он взял, взял на это время отпуск, то есть подошёл ответственно. По натуре он достаточно скрытный, поэтому никаких флюидов я не могу сказать, что в твою сторону почувствовал. Ага, хорошо это или плохо для вас? Отношение к этому выработайте. В целом, поездка была приятная, он был заботлив, но чувствовалось некое напряжение. Ну, понятно, первый раз встретились, он хотел вам понравиться, плюс вы были с подругой, то есть, эээ, здесь, может быть, имело смысл, имело смысл быть одной. Ну, опять же, понятно, что вы боялись, эээ, и, как бы, с подругой спокойнее, и всё, это понятно, эээ, вот. Эээ, но, тем не менее, напряжение, это в данном случае напряжение нормальное. То есть, может быть, даже не то, что он пытался всё сделать правильно, он бы сказал, что вам понравится, чтобы вы не разочаровались со мной. Ну, вот, но это его скрытность, это подавление активности его, оно довольно показательно, потому что, так будет, скорее всего, всегда. Либо, человек начнёт реализовывать свои желания какие-то, человек начнёт подавлять вас. Ну, вот, сперва он себя зажимает, а потом он себя будет наоборот, как бы, меньше контролировать, всё меньше и меньше. Чем, вот, такие люди, они, эээ, как раз таки, эээ, ну, даже, знаете, даже не опасные, а, чем такие люди отличаются, друг, ну, вот, от других, чем такие люди особенно, как бы. То есть, эээ, вот этот момент обязательно постарайтесь, эээ, тоже для себя понять, что это его черта. Черта это будет, и либо эта черта будет сказываться на вас негативно, именно на вас, эээ, в виде вреда вам. Либо вы будете испытывать недоговорённость постоянно и недомолвки. После моего отъезда мы стали общаться даже больше, от него просказывать, что таких он раньше не встречал, как вы имеете в виду, да? Знаю, что внешне он мне симпатизирует, общаемся мы достаточно много, вот тоже интересно по поводу чего, да? Если вдруг он долго не отвечает, сразу объясняется и изменяется, и человеке выучится, ему не всё равно. Либо это чрезмерное стремление к контролю. Понимаете? Как и его поведение с вами. Контроль. Потальный контроль всего, в том числе и себя. Как бы вас контролировать он ещё права не имеет, но к себе он относится очень строго. И опять же, как бы это не было, эээ, перенесено на вас в будущее. Эээ, был разговор, что он хочет тут пожить некоторое время. Интересно, что вы не называете город и страну, в которой живёт сами. Вот. А, значит, пожить некоторое время, плюс планирует свой приезд в осенью в мой город. Бывало тут и раньше. Ну, опять же, понимаете, вы не настолько друг другу хорошо себя знаете, настолько близки, чтобы можно было это воспринимать всерьёз. Он не говорит, что приезжает к вам. Он говорит, что просто приезжает в город ваш. И это понятно. Вы не достаточно близки, а поскольку человек скрытный, то он будет держать дистанцию от вас. И потребуется время, куда больше часа, эээ, ну вот сколько вы там сказали, пару дней, да, чтобы вы были вместе. Гораздо больше времени потребуется, чтобы он начал, эээ, раскрываться перед вами. А вот. Поэтому, эээ, этот момент, момент того, что он всегда будет такой скрытный и что за этим стоит, ну, эээ, по-прежнему актуален. Я чувствую, что после пакетки моё отношение к нему и поменялось, я начал смотреть на него как на мужчину. Ну да, это после того, как он вот повёл себя с вами очень ответственно и так далее. Но опять же, опять же, это очень узкое восприятие человека. И вы действительно здесь додумываете. Вы думаете, что этот человек, вот он действительно весь такой. Вы его не знаете. Нужно узнать. Узнать и раскрыть, и тогда уже делать выводы. Его импульсы не совсем понимают, да и что ждёт нас дальше? Ну, здесь как бы, понимаете, зависит не только всё от вас, но и от него тоже. То есть пока что оптимально будет жить в своей жизни. Общаться с другими мужчинами, если вы это делаете. И смотреть на то, приедет ли он осенью в ваш город или нет. Всё равно до осени замуж вы не выйдете. В любом случае. Ну, за кого-то другого, да? Вот. Общайтесь. Живите своей жизнью. Вы друг другу ничего не обещали. Обязательств у вас перед друг другом нет никаких. Вот. Поэтому не нужно мужчину действительно сразу как-то вот пытаться окольцевать. Да? Это, мужчины этого не любят. Не любят, когда их окольцовывают. Поэтому живите своей жизнью. Прямые вопросы не задавайте. Потому что это может, ну, вызвать ненужное напряжение между вами. Которое по сети никак будет не сгладить. Потому что вы далеко друг от друга. Вот. Если приедет, встретитесь, поговорите, побудете вместе. И дальше будет видно. Если не приедет, значит, так ему это было нужно. И значит, у вас здесь действительно нет будущего. Понимаете? Вот. Всё довольно просто здесь. Значит, задать прямой вопрос я не хочу. Так как считаю, что инициатива должна идти от мужчины. Ну, здесь у вас довольно... Узкое мышление в этом месте. То есть, смотрите, в целом вы правы. В целом вы правы. Мужчины это активное начало и так далее. Но. Но. Вы пока не мужчина и женщина. Как бы. Вы пока люди. Просто люди. И вы можете. И я даже больше скажу, если вы хотите с этим человеком что-то больше, то вы, ну, наверное, обязаны как минимум проявлять первые шаги. В них нет ничего плохого. Это не означает, что вы постоянно будете проявлять инициативу какую-нибудь. Это не означает, нет. Понимаете? Просто нет ничего плохого в том, чтобы проявить себя. Нет ничего плохого в том, чтобы как-то вот изъявить своё желание. Нет ничего плохого в том, чтобы намекнуть. Не постоянно намекать безусловно. Не постоянно. Нет. Не постоянно намекать. Но. Несколько раз хотя бы. Чтобы мужчина знал. Что. Что. Ну например, что. Вы. Там. Его ждёте. Что вы там. Хотите быть с ним. Ну или. Что он вам. Там. Не безразличен. Например. И так далее. Это я думаю нужно. Ведь мужчине тоже нужна. Нужна. Нужна какая-то. Ну. Реакция. Какая-то. Подпитка. Да. Как. Какой-то вот. Ну. Например. Скажем так. Поддержка. Мотивация. И так далее. Да. То есть. Мужчине. Это нужно. Ну. И дайте ему это. И дайте ему это. Вот. Не нужно стесняться. Не нужно. А. Стесняться. И не нужно. Вот это вот. А. Быть привязанной. К. Этому. Этой модели. Поведения. Вот. Потом. Например. Когда он приедет. Потом. Когда. Например. Вы будете вместе. Там. Да. Там. Пусть инициатива. Вся исходит от него. Если хотите. Вот. Но опять же. Вы тоже что-то сделаете. Ничего плохого нет. Если вы тоже. Как бы. Что-то себя проявите. Ничего в этом плохого нет. Вы же. Вы же ему звоните. Правильно. И. Фото ему присылаете. Своё. Ну. Как вот я. Понял. Вот. Ну. Так. И. И. Все. И. Как бы. Нормально. И. Действуйте так. В таком ключе. В таком направлении. Понимаете. В таком направлении. Вот. Не бойтесь. Инициатива. Главное. Чтобы инициатива была в разумных пределах. Вот. Дальше. Вы пишите. Значит. Накатываются. Периодические сомнения. Не спрашиваю ли я. Просто. Так. В своё время. Понимаете. В чём дело. Здесь. У меня. К вам. Встречный вопрос. А разве человек. Это инвестиции. Которые. Нужно. Обязательно. Эм. Вкладывать. Вливать. Чтобы потом что-то получить. Вы получаете наслаждение. От взаимодействия с ним. Вот и наслаждайтесь этим. Не нужно чего-то ждать. Не нужно чего-то ожидать. Не нужно действовать себе во вред. В этих отношениях. Не нужно действовать так. Чтобы это вас. Там. Опустошало. Например. Чтобы это вас. Как-то. Напрягало. Например. И так далее. Действуйте так. Чтобы вам было легко. Чтобы вам было хорошо. Чтобы вам было спокойно. Чтобы вам было комфортно. И больше этого не делайте, не напрягайте, не надо. Тогда и мыслей таких не будет. А зачем он со мной общается? Ну, потому что вы ему понравились. Стоит ли что-то за этим? Он еще сам этого не знает. Вы очень мало знакомы. Вы практически друг друга не знаете, как реальные люди. Вот он и хочет приехать, чтобы посмотреть. Может у вас что-то получиться или нет. И вот здесь, да, здесь вы очень сильно торопитесь с какими-то решениями, с определенностью. Ну, не решаются такие вопросы так быстро. Не решаются такие вопросы дистанционно. Это невозможно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!